Доброе утро! Уже завтра стартует день оказания бесплатной юридической помощи. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, что это вообще за день? Проводится он ежегодно? В чем его особенность? Особенность у него такая, что это Всероссийский день правовой помощи детям. То есть здесь идет вопрос о семье, о материнстве, о детстве и о всех вопросах, которые связаны непосредственно с правами детей, которые затрагиваются в принципе в жизни. Скажу так, что день проводится ежегодно. На нашей базе он активно, абсолютно полностью мы его проводим с 2013 года, с момента образования Государственного юридического бюро. То есть у нас всегда посвящен этому дню блок мероприятий. Мы привлекаем другие органы спецназвласти, органы муниципального, местного самоуправления, извиняюсь. И, естественно, мы привлекаем к работе студентов, школьников, сейчас уже добавили и дошкольные учреждения. Стараемся максимально вовлечь детей в то, чтобы они понимали, какие у них есть права, на что нужно обратить внимание в плане своих обязанностей. То есть, к сожалению, зачастую мы боремся за права, но не уделяем внимания должного обязанностям. Поэтому потихонечку стараемся внедрять молодое поколение к тому, чтобы они разбирались именно в правовом поле и понимали, что хорошо, что плохо в рамках российского законодательства. А в чем все-таки уникальность этого дня? Вот дети сами приходят к вам, обращаются, либо вы же просто разъясняете, как в школе, на уроках, вот свои права. Вот уникальность хотелось бы узнать. Смотрите, уникальность в том, что дети, они такие личности, индивидуумы, которые понимают все буквально. То есть, с ними необходимо разговаривать так, как с взрослыми людьми. Они прекрасно адаптируются, понимают, и чем больше происходит внедрение именно права в их жизнь, они максимально начинают быть сосредоточены. То есть, они более подкованы сейчас. Если я сравниваю детей, которых я принимала или оказывала помощь, или в игровой какой-то форме мы с ними работали 10 лет назад, допустим, у меня студенты пишут сейчас уже взрослые, что вот мы там 10 лет назад у вас были, то сейчас дети намного младшего возраста уже подкованы, уже знают, что такое там мое право там, мое право здесь, мое право на жизнь. Поэтому, соответственно, и мы тоже адаптируемся под них. То есть, мы стараемся внедрять в свою работу более какие-то новые техники для того, чтобы как-то с ними быть на одной волне, потому что они действительно очень развиты сейчас в век интернета, сами понимаете. Поэтому наша цель это объяснить и донести это так им, уникальным способом, чтобы это было именно на уровне понимания имя. Что вот там мама сказала, что у меня есть право на то. Но мама должна объяснить, что есть право и обязанность, конечно же. Да, знаете, чтобы так не получилось, как в школе, да, там слышала несколько раз истории, что учитель попросил помыть доску там, а ребёнок говорит, а нет, детей заставлять нельзя. Об этом я и говорю. Это замечательно. Тут вопрос даже не в том, что это твоя обязанность или что-то, да, а право, оно, по сути, оно в каждой ячейке нашей жизни, оно имеет место быть. То есть, там, где заканчиваются твои права, начинаются права другого человека. Соответственно, мы пытаемся это им донести, это очень сложно в нынешнее время. Уникальность, как вы сказали, в том, что посредством того, как мы интегрируем все эти, да, свои навыки именно в работу с детьми, они меняются постоянно. То есть, если раньше мы, как я уже сказала, разыгрывали какие-то сценки, в игровой форме пытались это донести, и сейчас, то сейчас мы уже общаемся с ними в деловом поле, как будто мы уже дипломатично какие-то встречи, да, совершаем. Поэтому работа строится сейчас так. Мы стараемся разговаривать с ними на одном языке. И это получается, честно скажу, потому что дети взрослеют, и дети более развитые, более умнее становятся. Не скажу, что наше поколение было хуже в чем-то, нет, конечно, но сейчас все более доступно стало. Поэтому и дети, соответственно, развиваются по-другому. И мы стараемся с ними идти в одну ногу, конечно же. Слова современных слов ведете? Я, если честно, не думаю. Но вы сказали на одном языке. Иногда, когда мои дети выдают какой-то интересный такой, да, из своего словарного запаса, я даже переспрашиваю, что это значит. Поэтому немножко, да, на сленге начинаю разбираться, потихонечку внедряюсь, так сказать. Ну, наверняка этот день у вас не единственный, вот только 20-е, да, наверняка до этого дня тоже что-то проводите. Что уже успели провести, что планируется? Конечно, смотри, тем более в этом году у нас год семьи объявлен. Мы максимально вовлечены в это были, потому что сейчас Государственное юридическое бюро, оно активно вообще, в принципе, начинает развиваться. То есть, хотя существуем мы с 2013 года, но сейчас прямо вот в связи с последними событиями очень востребованным стало Государственное юридическое бюро. И так как год семьи был объявлен, мы на протяжении всего года, мы участвовали во всех мероприятиях, которые, да, проводились на базах других учреждений. Например, вот буквально недавно мы были в стартом доме, да, мы были в надежде, мы были в заботе. То есть мы везде, где, куда вы нас не пригласили, мы никогда не отказываемся, мы всегда приходим, и везде, где необходимо вообще наладить работу, то есть именно вот у нас детки с особенностями развития, если есть, да, то есть у нас работа эта налажена. Можно прийти к нам на базу, всегда, да, проконсультироваться, либо же мы всегда участвуем во всех мероприятиях. Допустим, мой ангел, у нас есть общественная организация, мы с ними хорошо контактируем, работаем, сотрудничаем, поэтому в любой момент по приглашению или если к нам направляются, мы всегда активно работаем и помогаем во всех вопросах касательно именно семьи. Вчера, сегодня планируются какие-то мероприятия? Ну, скажу, что мы, естественно, так как день вообще правовой помощи детям, а он назначен 20 ноября и проводится 20 ноября, мы, конечно же, не ограничиваемся одним днем, у нас уже работает группа лиц, которая направлена именно на эту категорию людей, то есть с 18 числа в рамках этого мероприятия мы уже назначили неделю правовой помощи, то есть всю неделю будет у нас открыта в рамках приема граждан. Будем принимать по принципу открытых дверей, любой обратившийся по вопросам семьи, материнства, детства может проконсультироваться, то вообще никаких вопросов не будет, юристы, они уже знают, уже привыкшие, и поэтому ждут абсолютно, когда полностью весь день рабочий график выстроен так, чтобы каждый обратившийся мог получить юридическую помощь. Помимо этого, уже сегодня мы будем проводить мероприятие со ВСИН, к нам придут на базу РГКУГО Сурбюро ребята, которые стоят на учете в ПДН с психологом, с представителем непосредственно ВСИН, и у нас будет проводиться лекция, будем разговаривать в формате круглого стола, вопрос-ответ, и максимально попытаемся донести до них, почему нужно стараться жить именно по законам, то есть стараться не попадать в те ситуации, в которые некоторые уже попали, или предупредить какие-либо будущие проблемы в их жизни, чтобы как-то из ситуаций, там детки, которые уже стоят на учете в ПДН, то есть детки, которые уже в чем-то где-то немножко провинились, или завернули не туда, но в любом случае жизнь это череда событий и выборов, поэтому мы максимально будем делать все, чтобы выровнять эту дорожку и помочь, поддержать их, конечно же. Как красиво вы сказали, действительно так очень важна ваша и нужна ваша работа в основе детки, которые завернули не туда. Скажите, пожалуйста, вот завтрашний день, 20-е, видела объявление, что с 9 до 12 будут принимать ваши юристы, скажите, какие виды все-таки юридических услуг будут предоставляться именно в этот день? Ну смотрите, сразу проанонсировано событие, помимо того, что на базе нашего учреждения будет вестись прием граждан целый день, с 9 до 6, то также, как вы сказали, с 9 до 12 будет прием граждан проводиться на базе партии Дина России. В этот день будут представители нашего учреждения там находиться, любой желающий может прийти туда, проконсультироваться по вопросам гражданского характера, по семейному праву, то есть все вопросы, которые касаются льгот каких-либо многодетным семьям, или участникам СВО, членам семьи участников СВО, их детям, вопросы, которые касаются алиментных обязательств, вопросы, касающиеся, допустим, пособий, что нередко получается, по материнскому капиталу, вообще, в принципе, все, что касается, да, именно перечня вопросов, которые касаются интересов детей, затрагивающих интересов детей, по любому вопросу можно будет получить консультацию. Если это будет в устном формате, то в устном формате сразу проконсультируют ребята, если будет необходимо более детально, полно включиться вопрос, допустим, ну не все вопросы, да, можно рассмотреть на месте, допустим, это нужно будет подать в суд исковое заявление, то есть вы везете после этой консультации дальше в технице? Конечно, если необходимо именно дальнейшее ведение дела, конечно, мы будем его вести до конца, независимо от того, закончилась неделя правопомощи или нет. Я просто думала, что это консультация, просто направление, а теперь, как я понимаю, вы берете прям под свое кругло, грубо говоря, и ведете до конца, пока дело не решится. Да, скажу почему, помимо того, что если в прошлом году, кстати, вы хорошо отметили, мы ввели именно консультативную помощь, что в этом году мы максимально нацелены на результат, мы хотим максимально включиться, максимально помочь. То есть если есть необходимость подачи заявления в суд, в какой-либо орган государственной власти, муниципальной власти, вообще не проблема, то есть люди приходят при наличии права на получение этого вида помощи. То есть единственное, я по марочку сделаю на то, что устно мы консультируем всех, но именно при обращении в судебный орган, либо какой-либо другой орган, необходимо будет доказать уже право на то, что человек имеет право на получение этой помощи. Чуть-чуть мы ограничены законом в этом вопросе, поэтому тут чуть придется сделать ремарочку. Вот продолжаю эту тему, сказать, доказать, обратиться в суд, какие документы нужно будет брать с собой, чтобы получить эту бесплатную юридическую консультацию? Ну вот смотрите, в большинстве случаев по закону бесплатной юридической помощи, в принципе, перечень вопросов, касающихся интереса детей, он расширен, он в принципе большой. Нужно будет в любом случае предоставить средство рождения детей, если вопрос касается детей, соответственно. И если это касательно, допустим, пособий или чего-либо еще, то нужен статус многодетности. То есть если мы говорим о вопросах, которые, допустим, затрагивают интересы членов семей лиц, которые участвуют на СВО, конечно, тут нет необходимости предоставлять какие-то дополнительные документы. То есть достаточно справки о том, что вот родитель находится, допустим, да, и участвует на СВО. Если же это вопрос о том, что необходимо там по пособиям разобраться, необходимо по материнскому капиталу разобраться, необходимо предоставить либо справочку о том, что человек является многодетным, либо что он является малоимущим. Если же не получается такой справки достать, то же бывают проблемы, хотя бы предоставить на каждого ребенка с детства рождения. То есть мы посчитаем, если более трех детей, пожалуйста, никаких вопросов. То есть какой-то дополнительный пакет документов огромный нести не нужно? Паспорт средства рождения детей. Отлично. Знаете, вот сейчас хотела вас уточнить, очень часто слышу вопрос о том, что вот с пособиями не получается разобраться. Неужели это так тяжело? Или за счет загруженности тех же других организаций так не получается разобраться? Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть подводные камни. К сожалению, лица чуть-чуть не разбираются, наши граждане не совсем разбираются в том, как расчет пособий происходит. То есть, не заходя далеко, сразу скажу, не каждый понимает, что такое календарный год именно в расчете пособий. Очень многие не понимают, почему они не получают пособия. Я могу сказать одно. Социальный фонд работает максимально на 100%. То есть, если вы обращаетесь к ним, они вам дадут раскладку просто полностью. Я сама являюсь мамой двоих детей. Лично я пособия не получаю, сразу скажу. Я просто понимаю, считая, почему не получаю. Я просто хочу подготовить родителей к тому, что даже рубль, даже 15 копеек, если превышает немножечко доход. Вот, казалось бы, даже рубль. Но даже рубль, если превышает, человек уже не получит это пособие. Ну, ничего страшного. То есть, пособие, в принципе, оно для того, чтобы поднять, максимально поднять уровень жизни тех людей, которые не дотягивают до прожиточного минимума и так далее. Да, то есть, перепрыгнуть через голову не получится. Вот, условно говоря, у тебя 15 тысяч зарплата, и тебе до определенного количества пособия доходят, да, вот до какой-то суммы. Или у тебя зарплата этой суммы. Все. Ну, расчет идет такой, что, я так скажу, максимально соцфонд тоже идет на встречу. То есть, если у вас не будет хватать этого же рубля, вы уже получите 50%. То есть, меньше 50 вам не назначат. То есть, получается, не хватает рубля, вы уже прошли на 50%. Хватает рубля больше, вы пролетаете способен. Но еще раз говорю, что тут нужно уметь понимать. Если вопрос есть, мы всегда рады помочь, мы всегда просчитаем полностью по вашим справкам, посчитаем, скажем, где, почему и как. Или что нужно сделать, чтобы попасть. Потому что зачастую очень многие даже не понимают, что вот здесь, если посчитать этот период, вы не попадете. Потому что там, допустим, была купли-продажа недвижимости. И большой доход прошел в каком-то месяце. Но человек не виноват, да. То есть, он продал, купил другое имущество, извиняюсь. Но доход прошел, его видно. Поэтому нужно чуть-чуть понимать в рамках именно уметь варьировать. Я понимаю, что очень непросто, и такие специалисты, как вы, ну, очень нам нужны. Как я понимаю, специалист ни одного профиля должен работать на этой площадке. Специалисты какой квалификации все-таки будут завтра? Смотрите, у нас в любом случае все юристы, они имеют высшее юридическое образование. Скажу так, что единственное, мы не работаем в рамках уголовных дел и не работаем в рамках административных правонарушений. Стараемся помогать, стараемся направлять людей, куда им обратиться, что им нужно сделать. То есть, это тоже своего рода консультация. Но в нашем правовом поле мы работаем только в гражданском. То есть, мы не можем выйти за рамки своих полномочий тоже. Поэтому по вопросам гражданского права, естественно, семейного права, как вытекающего. То есть, для того, чтобы понять специфику нашей работы, нужно просто посмотреть закон. То есть, вы поймете по категориям граждан, на что мы можем распространять свои полномочия. То есть, если это, образно говоря, лица, у которых есть дети несовершеннолетние, значит, где-то там помарочка с семейным правом будет. Вопросы по недвижимости, то есть, мы тут земельное право тоже будем привлекать. Поэтому наши юристы, они, в принципе, все подготовлены в рамках своей квалификации, потому что постоянно мы и на обучение их отправляем, и стараемся как-то развиваться, повышать свои навыки и знания. Отлично. Каким все-таки, вот подводя итог, каким образом можно записаться к вам на прием в рамках данной акции, которая пройдет завтра? Куда приходить? Давайте еще раз уточним нашим телезрителям, потому что наверняка, посмотрев нашу программу, очень многие узнали, что вот есть такая возможность, нужно взять это с собой. Но куда прийти? Смотрите, на базе госсюрбюро мы работаем на Красноармейской 33 ежедневно с 9 до 6. Единственное, у нас пятница немножко короткий день. Мы работаем до 16.45, но работаем полнорабочий день. Можно подойти в любое время, независимо, еще раз говорю, от дня правовой помощи детям, потому что мы, в принципе, всегда принимаем. Просто вот именно на этой неделе мы делаем упор именно на вопросы по семейным. Супер. Поэтому с 9 до 6 в любое время, пожалуйста, сейчас до 2 единственное, может попасть на перерыв. Что касается мероприятий, которые будут проводиться на базе Единой России, то уже непосредственно в офис Единой России можно будет подойти. Он сейчас находится напротив Министерства юстиции, чтобы объяснять полегче. Тоже на Красноармейской, только со двора. И с 9 до 12 тоже будет вестись прием. Записываться никуда не надо. Если вы хотите более подробно узнать о том, какие мероприятия проводятся, то на нашем сайте. Он в открытом доступе, естественно, находится. Наш телеграм-канал есть, Гугл Госсербюро. Мы все анонсируем, выкладываем все даты, все события, вся наша работа, она открыта. Вы можете ознакомиться и там же задать вопрос, куда подойти, когда подойти и так далее. Также наш номер телефона. Везде он есть, везде он указан. Звоните, спрашивайте, уточняйте. Вообще никаких проблем. Спасибо большое, Элла, вам огромное-огромное. Сейчас я убедилась, что с такими специалистами, как вы, даже юридические услуги могут быть не такими сложными, как кажется. Я желаю вам удачи, удачи вашему юридическому бюро, потому что оно действительно делает очень нужные и важные вещи. Ну, а с вами встретимся, надеюсь, очень скоро, потому что вопросов очень много и обсудить есть что. Спасибо, благодарю. Не прощаюсь, до скорой встречи. До свидания.